Ну вот мы с вами разобрали, как создавать структуры данных, как из них выбирать. Разобрали особенность работы SAP. Но мы просто обязаны разобрать еще один момент. Какими бы гениями мы с вами не были, как бы не предусмотрели все, что можно только предусмотреть, все равно далеко не всегда наш код является идеально оптимальным. В чем зачастую это не ваша вина и не наша. Ну изначально постановка издача была другая, на ходе было совсем другое. Ну и конечно же не нужно опускать возможность наличия ошибки. Именно поэтому вам необходимо знать про принципы оптимизации выборки. Вы должны знать, как и где искать ошибки или места, где можно выиграть производительность. Да, это постоянная война за доли секунд, за меньшее количество запросов, за более быстрое время генерации. При возникновении проблем в работе проекта, да их устранение, лучше использовать следующий алгоритм. Первое. Ставьте перед собой конкретную цель, так как процесс оптимизации, улучшения – это бесконечный процесс. Например, каждая страница с каталогом ваших товаров должна открываться за определенное время. Ну, например, 0,2 секунды. Только установка таких конкретных целей и их решения может быть эффективным, в отличие от неясных формализованных пожеланий, ну, что бы лучше работало, например. Второе. Первым делом мы можем воспользоваться штатными возможностями битрикса для первичной диагностики проблем. Определим для начала производительность сайта с помощью монитора производительности битрикса. Данный монитор находится по пути настройка, производительность, панель производительности. Запускаем. Производя оценку производительности, мы в первую очередь сможем найти проблему с хостингом. То есть, если сайт тупит, что-то не работает, медленно грузится, не обязательно проблема в сайте, вполне возможно проблема в хостинге, и надо ее на первом этапе по возможности решить. Видите, у нас произошел замер. Но с помощью монитора производительности мы можем определить узкие места не только хостинга, но и проблемные части сайта. Для этого требуется запустить тест производительности в течение некоторого времени. Для этого требуется запустить тест для малопосещаемого сайта, допустим, на час. Для посещаемого сайта можно выбрать меньшее время. Система будет фиксировать посещение, собирая статистику о времени и выполнении каждой страницы после числа скейт-запросов и ряда других параметров. В случае, если сайт малопосещаемый, рекомендуется самому открывать страницы сайта для сбора статистика модуля. Показатели производительности, которые мы с вами в результате видим, это величина обратного времени исполнения ядра продукта. В среднем на 10 измерений. Вот в данном случае 29.45. На вкладке разработка отображается список страниц сайта среднее время выполнения и предполагаемых ошибок разработки. Здесь мы найдем те страницы сайта, которые больше всего времени генерируются. Вот мы видим среднее время. И следовательно, эти страницы создают большую нагрузку. И оптимизацию работы сайта необходимо начинать именно с данных страниц. Ну, если ошибок разработки у нас тут нету, время генерации подпадает под наши требования, на этом этапе можно было бы остановиться. Но это не наш случай. Вот здесь мы видим ряд ошибок разработки и очень большое время генерации некоторых страниц. Недопустимо. То есть 2 секунды, 1 секунда страницы генерироваться при нормальных условиях не могут. Это слишком большое время. Соответственно, с этими страницами что-то надо делать. Соответственно, необходимо производить какую-то оптимизацию, какую-то работу. Третье. После панели производительности, если у нас есть ошибки, связанные с кэшированием, нужно проверить, верно ли работает у нас кэш. Включен ли он. Тут хочу отметить, что разработчик зачастую выключает его, так как не имеет его правильной дотойки. То есть правильно с ним работать. Ну, а также проверить, включено ли кэширование в компонентах необходимых. Первым делом мы идем в автокэширование и проверяем, включено ли автокэширование и управляемое кэш. В данном случае автокэширование включено, управляемое кэш также включено. Они должны быть включены всегда. На нормальном сайте они должны быть включены всегда. HTML кэширование может применяться, но зачастую на динамических сайтах оно и оправдано, и не востребовано. Его включение не требуется. Также, если панель производительности нам показала на некоторых страницах ошибки кэширования, в данном случае мы видим, у нас такие ошибки есть, это еще вовсе не означает, что реально есть проблема. Дело в том, что монитор производительности не анализирует, идет ли создание кэша. То есть кэша еще нет, у нас идут запросы, получаются данные, и эти данные заносятся в кэш. Не анализируется. А также не анализируется, имеет ли данный компонент вообще настройки кэширования. То есть множество стандартных компонентов, которые не имеют кэширования по тем или иным параметрам. Возможно, потому что нет смысла их кэшировать или еще какие-то. И в данном случае у нас все равно будут ошибки кэширования, потому что данный инструмент анализирует, есть ли вообще запросы. И у нас приводится список компонентов, в которых есть ошибки. Как в данном случае. Мы настроимся в режиме вправки, проверяем, соответственно, настройки данных компонентов. Одно меню проверили в кэшировании включен. Также кэширование включен. Все кэширования у нас в меню включены. Как таковой ошибки у нас нет. Также мы можем включить детальную статистику кэша в отладке. и более детально проанализировать, что у нас здесь вообще происходит, где и какой кэш работает. Вот, собственно, вы все сами видите. Мы можем открыть, посмотреть кэш и все это детально проанализировать. В идеале, страница, которая идет из кэша, вообще не должно быть запросов. То есть данная страница вообще не должна генерировать запросов. Но в реальности такого, конечно же, зачастую не бывает. Потому что не все данные возможно хранить в кэше. Некоторые данные очень часто изменяются. И очень от множества факторов зависит. Но в любом случае, количество запросов, когда данные выбираются из кэша, оно должно быть минимизировано. И при программировании проекта надо стремиться к этому и оптимизировать в этом направлении.